Сегодня у нас будут ответы на те многочисленные и не всегда, кстати, корректные простые вопросы, которые вы задавали. Я, честно говоря, немного напряглась, когда я прочитала этот вопрос. Это мой кошмар и ад. Вы гадина, вы гадкий человек. Зачем вы это делаете? Мне кажется, им кто-то заплатил. Этот вопрос я задаю себе часто. Советы тем, кто начинал, но безуспешно. За что вам было стыдно в жизни? Спасибо, мои птички, дорогие! Ну, еще у меня есть табу в разных сферах жизни. Эшзекти тоже есть. Всем привет, друзья! Ох, ветер! В эфире новый выпуск «Зажигалки». Сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что уже все написали мне, Ольга, мы соскучились за вами. Поэтому я решила, что пока наши участники работают, пока часть наших зрителей отдыхают, самое время поговорить мне с вами лично. И сегодня у нас будут ответы на те многочисленные и не всегда, кстати, корректные простые вопросы, которые вы задавали. Так что смотрите до конца обязательно. Сегодня, как и обещала, я буду отвечать на те вопросы, которые вы мне задавали. Специально Леночка моя приготовила список с теми вопросами, которые сегодня будем поднимать. Я решила быть сегодня в классной компании. Это Николай Федорович Яковченко, известный еще советский артист, наша собачка. Я назвала ее Фоксита, как у нашего оператора Жени. Я решила, что это лучше, чем Серега, который будет меня перебивать. Итак, давайте с вами приступим. Кстати, тут у меня есть помощники, если вы слышите голоса. Я попросила их создавать всевозможные шумовые эффекты, дабы не было ощущения пустоты, знаете, и такой студийности. Все должно быть по-настоящему. И в нашей стране все могут говорить на любых языках, что еще раз подтверждает. Погромче, ребят, погромче. Итак, начну с первого вопроса. О чем вы никогда и никому не рассказывали? Я, честно говоря, немного напряглась, когда я прочитала этот вопрос, потому что мне кажется, что я такая болтуха, что я уже всем обо всем рассказала. Но я пыталась вспомнить все-таки некоторые факторы. И, наверное, сейчас парочку из них озвучу. И будет связано это прежде всего, наверное, с какими-то страхами. Потому что все смешные, курьезные, ужасные, стыдные ситуации. Спасибо, мальчики, громче, громче. Они думают, что мы на стадионе. Стадион так стадион. Ну, в общем, чтобы вы были сейчас в тренде Украины, будьте на стадионе. Так вот, мне кажется, что я все рассказала. Но все-таки есть некоторые... Раунд номер два. В первом они меня победили. Продолжаю. Буду пытаться. Итак, о чем, повторяюсь, вы никогда и никому не рассказывали. Значит, о чем я редко говорю? Давайте скажем так. О чем еще не все знают? Пусть будет правда. Ну, первое. Я боюсь смерти. Причем это стало не так давно. Чувство. Когда я поняла, что жизнь стремительно идет. Что у меня так много планов, и вдруг я не успею. Каждый день я наблюдаю за тем, как что-то где-то с кем-то происходит все равно. И люди уходят. И уходят в тот момент, когда совершенно этого не ожидают. Мы все как думаем о своей жизни? Что вот, когда-нибудь я буду старой, больной, немощной, и тогда умру. Но уходят молодые люди. И, наверное, это такой страх, который во мне присутствует. И больше отражается на том, как будут жить мои дети. Это, наверное, такое первое, о чем я говорю достаточно редко. Второе. Я боюсь, опять-таки это мой страх, оказаться ненужной и непризнанной. Причем, заметьте, не бедной, а ненужной и непризнанной. Мне тоже хочется памятник, как ему. Вот, я бы тоже такая. Тут бы сидела я, тут бы Тима мой был. Он, в принципе, по размеру почти как эта фоксита. Можно даже ее, эту собаку, будет превратить. Для меня этот момент очень важный. И вот мне очень страшно оказаться в какой-то момент ненужной. Наверное, об этом я говорю редко. Мне кажется, им кто-то заплатил, чтобы они тут встали. Далее. Когда ты плакала? Последний раз. Почему-то, видимо, вы не верите, что я умею плакать. Я неоднократно рассказывала о том, что в моей жизни были периоды, когда я плакала в течение нескольких лет каждый день. И то есть я вообще считала, что плакать это как бы нормально. Я даже находила такое оправдание, что очищаются носослезные каналы, и это вообще хорошо. Вот. Потом в какой-то момент я поняла, что плакать это как-то плохо, и закрыла себя. На сегодняшний день, слава богу, я научилась к жизни относиться так, что слезы особо сильно мне не нужны. Но все-таки я иногда плачу, и чаще всего я плачу в те моменты, когда пишу свои посты в Инстаграм, Фейсбук, когда вспоминаю и переживаю какие-то моменты, потому что... Проходите, ребята! Они уходят. Они хотят стать здесь. Они хотят стать напротив, чтобы поддерживать меня овациями и стать с другой стороны. Нам вас будет не хватать, пацаны! И, наверное, сейчас будет тот самый момент, когда я пущу скупую слезу, жалко! И это будет как раз момент последних моих слез. Нет, плачу, когда, вспоминаю, наверное, больше старое, и второй момент плачу, когда... Ну, и переживаю эти эмоции, и второй момент плачу, когда побеждают моя дочь на турнирах. Это тоже для меня всегда волнительно. Или когда она не побеждает и не занимает своего места, плачу вместе с ней. В общем, не дождетесь. От чего-то другого не плачет. Есть ли для тебя табу? Есть. Какие, да? Что для меня является табум? Ну, во-первых, наверное, пускать в свою личную жизнь толпу. И сейчас удивление, да, как же ты же всех пускаешь. Ну, нет. Пускаю ровно настолько, насколько считаю нужным. Все-таки стараюсь не выносить никогда ссоры за сбы. Стараюсь не говорить о том, что на душе, если там происходят какие-то вещи, о которых мне нужно подумать, или на которые мне нужно подумать. Так тоже бывает. Стараюсь все-таки максимально держаться в человеческих рамках, в собственном понимании, и не переступать те вещи и те черты, которые затем нельзя будет переступить обратно. Несмотря на всю свою резкость и на все такое. Ну, еще у меня есть табу в разных сферах жизни. И в сексе тоже есть. Итак, если бы не Сергей, то кто? Этот вопрос я задаю себе часто. Кто? Не знаю. Наверное, кто-то был бы лучше или хуже. Вообще, это всегда очень сложные вопросы, когда мы сами себя ограничиваем, и очень часто даже находясь в несчастливых отношениях, нам кажется, что... Ну, а с кем еще? Мир огромен, и я уверена, что во всех этих нескольких миллиардах людей я наверняка бы кого-то нашла себе, но я рада, что Сергей сам меня нашел. Бизнес и дружба совместимы или нет? Ну, вот вы часто задаете вопрос, например, по поводу того, куда делась моя подружка из секшопа Юля Гайворонская. К сожалению, в нашем с ней случае не получилось совместить бизнес и дружбу, но на это есть ряд обстоятельств и причин, проанализировав которые, я, в общем-то, поняла, почему так произошло. Произошло. В принципе, я думаю, что да, существуют, но при условиях изначально того, что это за люди, между кем этот будет бизнес и дружба, насколько они самодостаточны, и насколько они готовы работать в команде, и насколько у них есть те сильные стороны, которые необходимы для того, чтобы этот симбиоз состоялся. Потому что если мы говорим про бизнес и дружбу, это все-таки некое партнерство. И, например, с моим супругом у меня получается и бизнес и дружба, и сейчас у меня появился бизнес-партнер, который является моим другом, и пока что все получается прекрасно. Так что я думаю, что здесь нет однозначного ответа. Я думаю, что здесь все зависит непосредственно от людей, но просто для того, чтобы вступать в эти отношения, изначально, как и в отношения между партнерами, важно разобраться, что каждая из сторон из себя представляет, и что она готова давать этим отношениям. Мой персонал не хочет продавать. Увольте их. Это вообще такая очень тонкая тема по поводу того, что мой персонал чего-то не хочет. Вот вы сами себе противоречите, когда говорите словосочетание «мой персонал», и он не хочет. То есть когда вы подбираете себе в команду людей, безусловно, люди, которые у вас работают, они не должны чего-то там хотеть того же, чего и вы, которые у вас сейчас работают. Но когда вы подбираете себе команду, как и любого партнера, вы имеете право изначально озвучивать им свои собственные ценности, интересы, и команда либо разделяет их с вами, либо нет. Почему обычно, когда мы уже с готовым коллективом пытаемся что-то перестроить, поменять правила, у нас возникают проблемы? Потому что они уже привыкли, что может быть по-другому. Им уже некомфортно, когда вы начинаете что-то менять, коней на переправе. Они уже привыкли, что так можно, вы им разрешили. И им кажется, что вы ущемляете их права, что вы не лучше хотите сделать, а что вы как бы специально приходите и делаете им хуже. Поэтому изначально, когда вы подбираете для себя коллектив, очень важно обозначить заранее, когда вы принимаете людей, какие люди это должны быть, чего они должны хотеть. Уточнять на собеседовании с помощью специальных вопросов, разделяют ли они ваши интересы. И когда вы нанимаете для себя команду единомышленников, для которых ваши ценности и их ценности равны, вот правильно сейчас такой существует тренд у многих хороших компаний, это подбирать людей прежде всего по ценностям, потому что по квалификации человека можно подтянуть. Но если вы не разделяете ценности друг в друга, то, как правило, ничего не происходит. Так вот, мой персонал не хочет продавать. Он, скорее всего, не хочет продавать, потому что до этого момента у него не было такой потребности, вы не выставляли ему такие условия, что он должен продавать. А сейчас ему стало необходимо вдруг продавать, и это воспринимается ими как ущемление их прав. Вот вы требуете, вы специальные, вы гадина, вы гадкий человек, зачем вы это делаете? Поэтому здесь прежде всего первое. Важно провести собрание, объяснить, что это необходимо, затем обучить людей, то есть внедрить часы обучения того, каким образом нужно продавать, что нужно продавать, как делать это самостоятельно, или, возможно, нанять человека со стороны, это будет безопаснее, потому что это будет не ваш с ними разговор, это, знаете, как у ребенка. То есть не вы ребенка учите, а педагог. Ведь дети воспринимают из уст педагога что-то гораздо проще, чем из уст родителя. И когда этот диалог ваш состоится, вернее, это обучение момент состоится, уже дальше люди будут на это реагировать нормально. Либо изначально сказать, что у нас теперь будет так, кому это не подходит, извините. Для того, чтобы люди продавали, необходимо создавать некую мотивацию, кнут и пряник. Они должны понимать, что когда они продают, становится лучше, то есть они, может быть, чуть больше зарабатывают, процент с продажей это всегда как бы хорошо, если они напрямую влияют на продажу. Должен быть обязательно какой-то план, должны быть обязательно люди, которые продают, потому что до тех пор, пока хотя бы первый человек не появится, который начнет активно продавать, и другие увидят, что это возможно, это будет сложно. И, безусловно, должен быть кнут. Кнут в виде того, что у нас нет сотрудников, которые не продают. К сожалению, если ты не будешь продавать, то мы не сможем с тобой работать. Вот эти моменты позволят вам внедрить эту систему в свою компанию, внедрить, точнее, продажу в свою компанию. Едем дальше. Как мне добраться до заказчиков мечты? Спасибо, мои птички, дорогие! Сегодня у меня так много помощников. Вот улетели мои зайчики, вот. Я как золушка, а сейчас мыши, если выбегут, еще и будут шить мне платье, вообще класс будет. Пойду сразу в театр. Но, во-первых, для начала, это как, знаете, буду всегда проводить аналогии с мужчиной. Во-первых, для начала понять, а достойны ли вы этих заказчиков? Какие это заказчики? То есть важно понять, кто эти заказчики мечты. Очень четкий целевой портрет, а затем сравнить с тем, кто у вас есть сегодня. Вам нужно понять, что люди всегда будут покупать и заказывать у вас то, что они видят. То есть если вы делаете какую-то фигню, и делаете это дешево, плохо, так, как вам платят, и вы надеетесь, что вот когда-то придет классный, другой заказчик, и тогда я буду делать хорошо. Так не работает. Первым заказчиком тех людей, которые принимают решение, делают хорошую компанию, всегда везет. Потому что за небольшие деньги, скажем так, за деньги плохой работы, вам выполняют шикарную работу. К примеру, сегодня вот Дима, мой оператор, решает, что он хочет снимать очень классные, клевые видосики для Оли Ермиловой. Но Дима галимый, слабый оператор, вообще такое пока что был. Он принял такое решение, он пошел, он нам начал учиться, что-то там наснимал. В общем, Дима считает, что он готов. И вот приходит Дима и говорит, я хочу вот снять тебе видос, мой видос будет стоить там тысячу баксов, как у хорошего продакшена, но я уже умею снимать классно, я поработал. Скорее всего, у Димы ничего не получится. Либо второй вариант, Дима приходит и говорит, вот смотри, я сейчас снимаю галимый видос, но тебе я сниму классно, если ты мне заплатишь больше. Второй вариант провала, у него ничего не получится, что необходимо сделать. Дима приходит и говорит, смотри, хочу с тебе снять очень классный видос, я научился, я до этого, конечно, снимал галимые видосы, но можно я с тобой поработаю, бесплатно, или сколько ты мне заплатишь, столько ты мне и заплатишь. У Димы появляется шанс себя проявить. Дима снимает видос, и видос реально классный, он еще снимает, еще снимает. Да, он ничего сейчас на этом не зарабатывает, но он создает себе классное портфолио, которое позволяет ему в дальнейшем идти и продавать себя дороже, или как минимум продавать уже себя мне. Я говорю, да, Дима, ты действительно этого стоишь, спасибо, что я тебя всему научила, давай сейчас буду платить тебе миллион. Ну, такое тоже бывает, кстати, в крупных компаниях. То есть, ваша задача изначально начать создавать классный продукт, чтобы затем показывать его клиенту. Очень многие люди не понимают, как этого сделать, то есть, ну как же, ну мне же нужно вложиться деньгами. Вы можете вкладываться чем угодно, деньгами, вы можете кого-то замотивировать, вы можете, я не знаю, удовлетворить кого-то сексуально, для того, чтобы человек помог вам достичь вашей цели. Не важно, а как вы думали, как вы думали добиваться своей цели изначально, делать лучше, чем вы могли бы. Вашими сверхусилиями, которые могут быть или за счет ваших денег, или за счет вашего труда, или за счет вашего умения зажигать других людей, или удовлетворять других людей, или всего вместе. То есть, для того, чтобы сделать прорыв, вам необходимо как-то поднапрячься. И только тогда, когда ваш продукт уже соответствует классной стоимости, только после этого вы можете переходить к другой целевой аудитории и демонстрировать им. Тут уже дальше включается момент маркетинга. Каким образом вы будете им это демонстрировать, вы будете это рекламировать, или вы будете им звонить, или вы будете рассылать, или вы будете назначать личные встречи. То есть, только вот такой активный момент этого перехода. Делать что-то плохо, надеясь на то, что когда-то прилетит волшебник в голубом вертолете, и типа, все станет классно, у вас появятся богатые заказчики, и вы вдруг начнете, если у вас появятся деньги на заказы, вы будете делать что-то хорошо? Нет, поверьте, то, сколько вам заплатят, никаким образом не соединимо с тем, насколько классный продукт вы способны сделать. Сначала вы учитесь делать классный продукт, затем вас начинает уже кто-то покупать. Что вам было стыдно в жизни? Из последнего. У меня включился в соцсети прямой эфир. Я об этом не знала. Вообще, еще, наверное, один из моих стыдных моментов в жизни, это тогда, когда я продала участие в одной программе всем людям. Это было практически 10 лет назад, и программа не получилась. Хотя все эти риски очень оправданные, и у многих вообще не получается. Многие люди осознанно продают что-то, что никогда не сработает. Но мне за это стыдно. Правда, до сих пор. Я каждый раз, когда появляюсь в месте, где я продавала этим людям, магазинам, я краснею. Где брать подруг современной женщине, чтобы развиваться? Значит, я вам скажу даже больше. Этот вопрос меня очень порадовал, потому что он был неоднократно в разных интерпретациях, по той причине, что уже в следующем выпуске или через выпуске я представлю вам проект. Я представлю вам проект. Это будет ответом на этот вопрос. Давайте так. Советы тем, кто начинал, но безуспешно. На самом деле, вы должны понимать, что безуспешно начинать нельзя. То есть, когда вы начинаете, вы уже выигрываете. Вопрос в том, когда будет ваш успех. Он обязательно наступит, если вы будете совершать действия, корректировать эти действия и не отступать. Можно было бы сказать о каждом человеке, что он начинал безуспешно, но вопрос просто в том, что он делал на одну попытку больше, возможно, чем вы, может быть, на 100 попыток больше. Он просто приходил к результату. Вот и все. Поэтому, если у вас сейчас не получилось и не получилось сто раз, не отчаивайтесь. Скорее всего, КамАЗ с пряниками стоит за углом. Одна из моих любимых фраз. Поэтому просто продолжайте действовать. Один такой важный момент. Старайтесь не делать одно и то же постоянно. Обязательно корректируйте свой план. И тогда, скорее всего, ваш результат будет быстрее. Мы как-то общались с одними медиками, и они рассказывали нам о том, как люди лечились в другой стране, и 10 раз у них ничего не получалось. Было 10 попыток. И когда эти люди приехали в клинику в нашу страну и дали им документы, они посмотрели протоколы лечения и изменили всего какой-то один пункт. И у людей все получилось. То есть они смогли получить желаемый результат. Это говорит о том, что просто тупо стучаться в дверь в одну кулаком, при этом не смотря вокруг, и не понимая, что, возможно, рядом есть открытая дверь, или, возможно, есть ручка. Такое тоже часто бывает. Это является ошибкой. Вот и все. Так что просто продолжайте идти. Что мотивирует зарабатывать больше? Мы недавно с моей подругой обсуждали как раз эту тему и непонимание того, что вас не мотивирует. Почему вас люди не мотивируют вообще в принципе зарабатывать больше, чем вы в состоянии потратить вот на обычные какие-то нужды? Ведь на самом деле в мире всего огромное количество. В мире огромное количество благ, в мире огромное количество, куда можно ездить, как можно жить, что можно покупать, как можно развиваться, чему можно обучаться, с кем можно общаться, в какие сообщества можно вступать, в конце концов. И если вас ничего не мотивирует, то мне вас искренне жаль. Мне непонятно просто порода людей, которых ничего не мотивирует. Как это сделать? Вот знаете, такой глупый ответ, как типа себя заставить полюбить? Я не понимаю вас. Скорее всего у вас ничего не получится. Сейчас утешительная новость от Ермиловой. Скорее всего у вас ничего не получится, если до сих пор, даже находясь в состоянии подписчика моего канала, находясь в жизненном состоянии, ресурсе, вас до сих пор ничего не мотивирует. Скорее всего вас устраивает то, что есть. И, наверное, так и должно быть. Вот и все. Потому что как себя замотивировать, для меня никогда не был понятным вопрос. И, честно говоря, я не знаю, почему я должна искать на него ответ. Жизнь абсолютно прекрасная вещь. И давайте напоследок вопрос. Трудно ли совмещать бизнес и семью, не хочется ли побыть домохозяйкой? Это мой кошмар и ад. Быть домохозяйкой. Это вообще самое ужасное, что может для меня быть. Меня хватает не больше, чем на день, для того, чтобы почувствовать просто все великолепие и прелесть от того, что я имею возможность заниматься бизнесом, зарабатывать деньги, чтобы оплачивать себе персонал, который будет мыть полы, бесконечно все это готовить, драить. И каждый должен заниматься своим делом. Мне очень нравится делать то, что я делаю. Я считаю, что каждый человек должен заниматься тем, с чем он пришел в этот мир. Это крайне важный нюанс. И я наверняка пришла в него не с тряпкой и не со шваброй. Точно вам могу сказать. Даже скажу больше. Я пришла в него не с коляской, чтобы все время ее шатать. Мне нравится делать несколько другие вещи. И своим детям самое ключевое, что я могу дать, как и своим близким, друзьям, любимым людям, прежде всего, это развитие, это пинок к этому развитию. Недавно Сергей мне признался в том, что в наших отношениях именно я являюсь человеком, который постоянно чего-то хочет. Сережа сказал мне, мне так много, как тебе, никогда не было нужно. Я всегда мог жить в том ресурсе, который у меня был на данный момент. Но я очень благодарен тебе за то, что ты научила меня идти вперед, научила меня ставить цели, научила меня быть неудовлетворенным тем, что есть, потому что это делает меня более счастливым. И, пожалуй, это одна из главных миссий и целей, которые у меня есть. И у меня, кстати, есть прекрасная новость, ребята, особенно для тех, кто сейчас находится в Украине, в частности, в Киеве, или кто готов приехать. 25 мая я буду проводить свой первый живой тренинг, целый дневной, он будет идти целый день, который называется «Пробуждение». Это моя новая программа, цель которой пробудить вас, цель которой снять ваши страхи, цель которой поработать над вашими желаниями, цель которой раскрыть вас, раскрыть вас для себя самих. Более подробное описание вы можете найти вот здесь под видео, как всегда, по ссылке. Сейчас у нас началась продажа билетов и есть большие скидки, поэтому, пожалуйста, если вы точно не хотите это пропустить и хотите прожить этот обалденный день вместе со мной, вы можете уже сейчас приобретать билеты. Ну и, конечно, один билет сегодня я хочу разыграть. Я хочу разыграть его среди всех, кто оставит комментарии после моего сегодняшнего видео. Вы можете написать все, что угодно о том, что вам понравился какой-то мой ответ. Вы можете написать о том, что вообще вам в принципе дает общение со мной. Вы можете задать какие-то вопросы важные для вас, которые бы вы хотели, чтобы на этом тренинге были подняты. Любой ваш коннект искренний ко мне будет прочитан и одного человека через неделю мы огласим, кто попадет по розыгрышу билета первый ко мне на этот тренинг, который точно вам скажу будет особенным. Сегодня я поздравляю вас всех с большим праздником, который вот есть тот день, когда выходит это видео, светлая Пасха. Я желаю, чтобы в ваших домах всегда был мир и желаю, чтобы в ваших домах всегда была Ермилова зажигалка и мой канал. Поэтому не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал и ждать следующих выпусков, потому что мы готовим для вас перемены особенные и это будет круто. И, конечно же, в следующих выпусках вы увидите, как обстоят дела у участников нашего шоу. Но если вы хотите стать участником шоу, заполняйте анкету, которая также находится здесь под видео. Всем замечательного дня и классных выходных, которые у нас стартуют сейчас в формате праздников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова